У Российской Федерации внешней политики нет по определению, поскольку Российская Федерация государством не является. Российская Федерация — это сообщество гангстеров, которое образовалось в 1991 году. И поэтому то, что называется внешней политикой, это, простите, как бык пробежал. То, что сегодня у нас перезагрузка, завтра холодная война, значит, на Украине, например, в случае с Украиной, играют роль коммерческие интересы, но не национальные, какие-то личные связи и прочее. То есть это на самом деле клубок, ну, не знаю, разум шизофреника, знаете, или там психически больного. У него импульсы идут в совершенно разных направлениях. Вот то же самое внешняя политика Российской Федерации, так называемая внешняя политика. Поэтому меняет там Лаврова, назначает вместо него кого угодно, никакой внешней политики нет, потому что в самой верхушке отсутствует вообще представление, куда вести страну. И поэтому, как я не знаю, как, трах-бах-политика называлась. Трах-бах-трах-бах. Сегодня одно, завтра другое. Поэтому, в общем, обсуждать-то нечего. Если было бы четкое, да, мы проводим новую индустриализацию, да, мы ведем реинтеграцию, мы ведем дело к воссоединению Украины, РФ, Белоруссии, Приднестровья. Вот если была бы такая четкая задача, была бы внешняя политика. Поэтому все, что служит достижению этой цели, это и есть внешняя политика. Когда цели нет, когда у корабля нет пункта назначения, когда, собственно, само государство отсутствует, когда сама власть представляет свою контору по личному обогащению власти имущих, какая внешняя политика?